Ну а сегодня немного практики. Поговорим о фактуре. Тема для иллюстратора животрепещущая. И первый вопрос, которым следует задаться, работая с фактурой, как ее не потерять? Как ее не изничтожить в погоне за совершенством? Как не провалить ее в тенях? Как восстановить ее, если она провалилась? Как ее дорисовать, если невозможно восстановить? Обо всем этом по чуть-чуть. Смотрите дальше. Походу дальше это в другую сторону. Фактура тоже узнаваема. Задача художника передать ее поточнее. Задача иллюстратора сохранить ее, если мы работаем с фотографией. Больше всего от некачественной работы, как ни странно, страдает кожа человека. Все мы знаем, что здоровая кожа это поры, это мелкий пушок, мимические морщинки приулыбки, родинки. Это красиво. Поэтому никаких фильтров на всю кожу не нужно применять. Только вручную убираем крыщики, мелкие, родинки, сухости, царапинки, все недостатки. Но саму фактуру не трогать. Это правило касается любой поверхности. Все дефекты нужно убирать точечно. На примере этого портрета мы видим, что кожа не изменила свой рисунок, но избавившись от несовершенств, мелких недостатков, приобрела естественную красоту. Фактура это рисунок светотени множества маленьких объектов на поверхности предмета. Поэтому целесообразно работать с тенями и цветами отдельно, так как в каждом манипуляции в фотошопе это такая маленькая потеря в качестве изображения. И рисунок фактура начинает проваливаться в крайних точках тени и света, особенно при цветокоррекции и неграмотной светокоррекции. То есть, если весь объект нужно сделать значительно светлее, сохраните исходную тень и пользуйтесь ею для усиления объема, вместо того, чтобы несколько раз высветлять и затемлять один и тот же участок картинки, теряя при этом качество. Напоследок скажу, что все художники немножечко волшебники. Не стоит тратить время, вытягивая качество из плохого материала. Ведь одним из махом пера можно превратить два не очень симпатичных мандаринчика в один совершенно замечательный. Или перенести фактуру из полутона в тень, где она может быть провалена. Или чем черт не шутит, нарисовать свое. Это было очень коротко по фактуре. А в следующий раз я хотела бы поговорить о тоне и температуре.